Ну а накануне в Красном отпраздновали новоселье коренные жители Тундры. Многодетные семьи оленеводов вручили ключи от нового дома. Департамент внутренней политики Ненецкого округа заключил договор социального найма с семьей Волчейских. В семье 10 человек и жилое помещение площадью более 120 квадратных метров предоставлено труженикам Тундры в рамках региональной программы по обеспечению жильем оленеводов и чумработниц. Чтобы получить ключи от долгожданного нового дома, супруги Волчейские специально прилетели в Красное из Тундры. Уважаемая Екатерина Александровна, наконец-то дождались в вашей своей очереди. Предоставляем вам жилое помещение, большой двухэтажный жилой дом для всей вашей большой дружной семьи. Живите долго и счастливо. Пожалуйста, вам ключи. Двухэтажный дом состоит из шести комнат, кухни и ванной. По словам новоселов, пока в новом доме они будут жить периодами. Летом в Тундре, а зимой здесь. В очереди на получение жилья семья состояла с 2016 года. До этого приходилось арендовать небольшое жилое помещение в поселке. Мы очень довольны, что поездали на русский дом. Оттуда поедем, потом по зимой, в неделю. Как же? С выездом не будем жить. На сегодняшний день в очереди на получение жилья состоят 63 семьи оленеводов и чумработниц, занятых в окружных оленеводческих хозяйствах, в том числе в общинах коренных малочисленных народов Севера. Право на получение жилья от региона распространяется также на оленеводов, достигших 50 лет, и чумработниц от 45 лет, которые не заняты в оленеводческих хозяйствах на момент предоставления этой меры поддержки. Для того, чтобы ставить на учет, есть две категории граждан, это чумработница и оленеводческие работницы. Одна из которых, оленевод должен отработать не менее 5 лет в оленеводческих хозяйствах и находиться на работе в оленеводческих хозяйствах. Не иметь зилого помещения, в принципе этого достаточно. И есть вторая категория, это оленеводческие работницы, которым исполнилось оленеводы 55, которые уже отработали не менее 25 лет, и которые могут, в принципе, уже находиться на службе, могут быть пенсионеры. В ближайшее время в Красном между оленеводами распределят еще 5 жилых помещений, которыми Государственный жилищный фонд округа пополнился в мае. Кроме того, заключен государственный контракт на приобретение 8 жилых помещений в селе Ома. Завершение строительства этих домов запланировано на ноябрь 2019 года. Планируется заключить контракты и на приобретение 4 жилых помещений на территории поселка Нельминос.